Давно отгремели пожары войны, но события тех лет короткими эпизодами всплывают в памяти ветеранов. Особенно в преддверии Дня Великой Победы. Что такое война? Это поколено в грязи, когда в окопах грязь. Это шинель, которая и постель, и одеяло, и подушка, и так далее. Это и когда морозы, и когда дождь, и когда жарко. Это солдат где? В окопах, ну в лучшем случае в землянках, в этих дотах, цотах, значит, вот мы находимся. Илье Савельеву было 16, когда началась война. И он остался за старшего мужчину в семье, где было шестеро детей. Старший брат пропал без вести еще летом 41-го. И это легло тяжелым грузом в сознании всей семьи. Мне показали там, как заводить трактор, как на нем там рулить. И уже я работал в колхозе, на полях, пахал, сеял там, барабарановал и так далее на тракторе. Летом 43-го Илью Евдокимовича призвали в ряды советской армии. Короткие курсы минометчиков и на фронт. Первое боевое крещение я получил в городе Унеча. Есть такой город под Брянском. Там он железнодорожный узел. Одно направление на Гомель, вторая на Кричев и там на Могилев дальше. Затем я участвовал в освобождении Жлобина. Сильно укрепленный такой район, город был. Бабруйска. Под Бабруйском там, я считаю, крупное было окружение. Наши летчики разбомбили мост через Березину. Там река Березина. Ну и немцы там побросали технику. Там вообще, я не знаю, бесконечное, как говорится, поле брошенной техники. В Барановичах был контужен. Долго лечился в госпитале, после чего Илью Евдокимовича комиссовали. Так что победу встречал уже дома, с родными. Сегодня наш герой ведет активную общественную жизнь, встречается со школьниками, считая очень важным донести до ребят правду о той войне. И ребятам, я говорю, уважают всегда сильных. И если наша страна будет сильная, значит, мы будем гарантированы от того, чтобы на нас вероломно никто не напал. И встречи эти воспитывают в молодом поколении чувство гордости за нашу страну и наш великий народ. Татьяна Брылова, Алексей Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.